Друзья, добрый вечер, сейчас пятница, 20 часов, вы только-только пришли из школы с занятий, обрадовались наступление выходных, конечно же, включили послушать ваше любимое радио «Про говори», а там сейчас программа «Про здоровье». В студии я, Павел Андриенко, Егор Князев и наш гость, писатель, кинезиолог, клинический психолог Николай Соловьев. Николай, добрый вечер. Добрый, ребята. Сегодня мы поговорим как раз о той вещи, которая нужна именно нам, ораторам, радиоведущим и тем, кто не мыслит вообще свою жизнь без медиа. Мы сегодня будем разговаривать о том, как побороть страх публичных выступлений и как идеально выступить, так, чтобы не было заметно вашего стресса, вашего неудобства, так, чтобы было всем все понятно, но и, главное, вам комфортно. Николай, может ли кинезиолог помочь скромному человеку? Скромному точно может, смотря в чем. Ну, тут даже мы имеем в виду не скромному человеку, а который как бы далек от медиа, который говорит, что нет, публичные выступления – это не мое. Ну, тогда надо разобраться, что такое страх публичных выступлений. По сути, это стресс для каждого человека, выход на публику, включение камеры, Юпитеры, софиты и так далее. Если такой страх есть, то есть это разряд некого стресса. Есть теория стресса господина Силье, он его первый раз описал. Это выброс гормонов у человека, который определенным образом дезорганизует работу нашего организма. В конце концов, произойдет паралич определенных, ну, то есть отключение, естественно, временно определенных мышц. И человек может быть в крайних состояниях не мочь исполнить какие-то движения. Помните, есть такой даже термин – паралича при страхе. То есть человека парализовало от страха. Потом это пройдет. Вот как раз этот мини-стресс испытывает человек, у которого не очень высокий уровень стрессоустойчивости. Ну, а вот я читал же в некоторых источниках, что по некоторым опросам страх публичных выступлений, он стоит на втором месте после страха смерти. А что в нем такого особенного? Дело в том, что вот как раз вы упомянули два правильные названия научно-примитивных рефлекса. Это паралича при страхе и гнева, да, это первичные рефлексы, примитивные рефлексы моро. И это то, что у нас есть с детства. Это мы получаем, когда мы родились. Без этого мы не сможем родиться. Но в дальнейшем они должны уходить. К сожалению, сейчас ситуация со стрессом вокруг нас довольно прессует нас, да, такое слово, скажем. Соответственно, этот уровень стресса переходит на нас, и мы не всегда можем эти рефлексы контролировать. Соответственно, они превалируют над нами. Николай, но ведь страх публичных выступлений, он лечится? Давайте так, мы не очень будем употреблять слово «лечиться». Мы будем говорить о том, что санируется, с чем мы можем работать, да. Потому что, ну, наверное, лечение – это уже какие-то другие заведения, там, и так далее, и так далее. Мы говорим о том, как мы можем помочь людям и, ребята, вашей профессии, медийных личностей, либо кто-то хочет им стать. Соответственно, если мы будем работать специальными техниками, да, повышая стрессоустойчивость человека, оно у каждого разное. Когда вы можете принять то или иное стрессовое событие и спокойно в нем находиться, а это уже тренируется, это поддается коррекции, это сначала надо понять почему, да, и решать спокойно вопрос. А отличается лечение, не лечение, а санация страха публичных выступлений от, например, санации страха боязни змей, например, или страха увидеть кого-то? Пчелы, пчелы, дикие пчелы. Ну, наверное, знаете, существует некая градация, но запускающий механизм будет один и тот же. Надо понять, почему организм начинает реагировать ровно так выбросами определенных гормонов стресса, адреналина, норадреналина и так далее. Если мы найдем этот очаг, допустим, там, когда-то укусила гафнула собака, да, кто-то там, ну, различные самые вещи, и мы найдем это событие, будет работать гораздо легче. То есть вот здесь мы очень похожи. Ищем события и работаем. Ну, а вот даже я, когда, например, выхожу на сцену, выхожу в эфир, у меня есть некоторое такое ощущение куража. То есть я понимаю, что ничего такого не произойдет, но вот это вот легкое волнение, оно присутствует. А вот возможно ли вообще даже санировать его? То есть есть ли люди, у которых вообще нет страха? Просто никакого. Я бы говорил тогда о подготовке к таким вещам, плановом подготовке. Ну, допустим, есть техники психоэмоционального релиза, дыхательные техники, различные другие, которые позволяют человеку изначально снизить тот уровень стресса, который он сейчас будет испытывать. Он будет к нему более адаптивен. Вот это, да, можно сделать и с большим успехом. А к вам обращались за помощью профессиональные ораторы? Вы знаете, да, так же, как профессиональные спортсмены, которые испытывают страх перед тем, каким выйти, допустим, на площадку игровую. Друзья, сейчас мы прерываемся на небольшой музыкальный перерыв. Оставайтесь вместе с нами, это Радио Проговори. С нами интересно. Это программа про здоровье, здесь говорим про ваше здоровье. Это программа про здоровье, только на Радио Проговори. Это Радио Проговори, программа про здоровье. У нас в гостях Николай Солоев в студии... Павел Андреенко и Егор Князев. Николай, а вот расскажите, с какими самыми интересными, самыми необычными, может быть, страхами вам приходилось сталкиваться в своей практике? Вы знаете, ну, наверное, самый из того, что вспомнилось сразу, это был страх у взрослой женщины, которая не могла плавать по одной простой причине. Когда-то в детстве она играла с соседом по даче, был чуть постарше мальчик, и он как раз не давал ей, ну, скажем так, немножко притапливал, не давал ей корректно вздохнуть. И вот этот страх быть без воздуха под водой не давал человеку корректно жить. То есть она заходила в море, но стоило чуть-чуть погрузиться в воду, и ее охватывала паника. Это, наверное, был самый необычный случай. Ну, казалось бы, да, детская шалость, она, собственно, приводит к вот такому, можно сказать, пробелу в жизни. А вот правда страх нам помогает как-то, как это было задумано заранее, или сейчас все-таки это некоторая лишняя часть, от которой стоит вообще нашему организму отказаться? Как вы думаете? Ну, я сомневаюсь, что у вас получится отказаться от выброса гормонов, которые вы не контролируете. Весь вопрос, наверное, в том, что если вы готовы, если у вас высокий уровень стрессоустойчивости, если вы готовы к этим эмоциям, то у вас будет одна реакция, вы по одному себя ведете, можете контролировать, создавать какие-то вещи. Если вы не контролируете себя, вот это уже проблема. А страх, он, как бы, вещь-то неплохая. Соответственно, если у вас его нет, вы бежите на красный свет светофора через третье транспортное кольцо, да невзирая ни на что. Либо там другая крайность, будет гореть зеленый свет, а вас с места не сдвинешь. То есть крайность – это всегда плохо, истинно посередине. Ну, а в чем вред страха и вред стресса? Как он вообще может отрицательно влиять на наше здоровье? Есть такая теория господина Павлова. Я думаю, что те, кто учится в школе, помнят. Да, да. Либо будет… Как раз мы сейчас проходим в биологию. Да, да, да. Как там моргали светом, да, собачек мучил этот господин. Конечно. И вот он как раз говорит о том, что, по сути, стресс создает некие воспаления нашей нервной системы, неправильную работу, и она может вылиться уже в серьезные клинические проблемы. Поэтому этому надо уделять огромное внимание, как раз сонация этого стресса. Николай, мы сегодня говорим про решение проблем со страхом публичных выступлений. И до этого вы затронули тему, что человек порой не может себя контролировать. Скажите, вот, то, что некоторые люди не могут контролировать себя во время публичных выступлений. Они не могут следить за своим темой. Да, например, ноги трясутся. Тексты не говорят, там, руки у них не работают, они не могут сдвинуться с места. Это все относится к страху публичных выступлений? Или это какая-то другая его часть, или совсем другое? Я думаю, что в условиях эфира мне сложно однозначно ответить. Обычно это с помощью тестов решается очень просто. Откуда растут ноги, скажем так? И уже после диагностики можно понять, как работать с человеком. Что-то можно дать простые упражнения, которые, скажем, истощают тот рефлекс, который у человека запустился. Что-то может быть решено другими техниками, дыхательными техниками, дыхательными практиками, разные вещи. Ну а может быть вы могли бы поделиться с нами и нашими слушателями некоторыми секретами, советами, как пытаться побороть страх публичных выступлений, вот, например, перед выходом на сцену. Чтобы каждый мог это повторить. Да, и пока мы еще в здравом состоянии, чтобы это... Есть так называемый психоэмоциональный релиз, очень простая техника, которую каждый из вас может сделать. Буквально перед выходом на сцену вы, или там на камеру, вы присаживаетесь на стул. Лучше всего делать так в позе наездника, можете попробовать заодно. Произносите про себя, допустим, проговариваете фразу, то, что вас действительно тревожит. Мой страх, он звучит примерно так. Мой сегодняшний страх или мой страх сейчас, то есть надо указать время. Мой страх сейчас публичных выступлений. На последнем слоге мы делаем большее ударение. И если есть возможность, ударяем пяточкой одной ноги, а голень другой. В любое место. Просто стукнули ногами друг от друга пятками. Поставили пальцы на лобные бугры. Это шишечки такие над глазами. И сидим эту фразу, проговаривая. Мой страх публичных выступлений, мой сегодняшний страх публичных. Примерно полторы минуты. Можно это делать про себя. Вы резко снижаете уровень стресса и посмотрите, что вам будет гораздо проще. Применяйте. Да, спасибо большое. Прямо сейчас мы снова прерываемся на небольшую музыкальную паузу. В студии... В студии были Николай Соловьев, Павел Андреенко и Егор Князев. Про здоровье! Оставайтесь вместе с нами. Это программа про здоровье. Здесь говорим про ваше здоровье. Это программа про здоровье. Только на радио проговори. Друзья, в пятничный вечер вы, конечно же, включили радио проговори. А там идет программа про здоровье. В студии Павел Андреенко. Егор Князев. И напоминаем, что сегодня у нас в гостях кинезиолог, клинический психолог, а также писатель Николай Соловьев. И сегодня мы говорим о страхах людей. Николай, вот мы говорили о страхах публичных выступлений. Но давайте немного поговорим о других страхах. Вот, например, у меня есть страх змей и крокодилов. Я просто не могу их видеть даже на фотографиях. Как я могу санировать этот страх? Что мне может помочь? Ну, я бы ответил очень просто. У каждой вещи есть первопричина. Если человек сам не понимает, как ее найти, это нормально, он не является специалистом в этом деле, то можно обратиться к соответствующему специалисту. После того, как эта причина будет найдена, скорее всего, она же подскажет и механизм работы с ней. Он может быть самый разный. Что-то рисовать, что-то писать. Там есть различные техники. Вряд ли мы их, наверное, будем обсуждать в эфире. Знайте просто одно, что способ работы с этим существует. Ну, у меня тоже есть вопрос. У меня есть такая проблема. Ну, и, наверное, я думаю, что она есть у многих школьников нашей страны. Вот боязнь проверочных работ. Как только в классе не раздают какой-нибудь контрольный, у меня сразу начинается стресс, у меня начинают потеть руки. Хотя я понимаю, что я вроде материал знаю. И тут с первопричиной есть некоторые проблемы. Потому что я понимаю, что контрольные меня в детстве не кусали. Жизнь мне как-то не мешала. Ну, а вот сейчас начинается. Вот как бы вы могли, может быть, прокомментировать этот страх? Ну, вы уже даже назвали ряд моментов, которые отвечает. Такая система, как вегетативная у человека. И потеют руки, и так далее. Бросок температуры, сбой сердечного ритма. Чем это можно сонировать? Что же можно делать? Что же можно делать каждый юноша, девушка непосредственно перед тем, как? Вы будете удивлены, но соблюдать режим труда и отдыха. Если человек успевает отдохнуть, если он осознан, если у него есть личное время, если у него есть переключения, если у него есть возможность осознать, что ему надо выучить, сделать и так далее, то уровень воздействия такого стресса, той же контрольной, будет минимальным. Да, соответственно, если вы к этому подготовлены, вы вооружены. Николай, вы сонируете людей от страхов и других проблем. А у вас есть страхи? Ну, я бы даже не стал говорить, что их нет. По одной простой причине, что я человек, я испытываю, у меня есть, скажем так, датчики, которые воспринимают звук, цвет, изображение, тактильность какую-то. Соответственно, страх – это та вещь, которая позволяет мне жить, иначе я бы просто где-нибудь что-нибудь там повредил себе и перестал жить. Поэтому страх – хорошая вещь, и мы все равно будем его испытывать. Самое главное, чтобы он был под вашим контролем, а не выпадник. А когда вы в какой-нибудь стрессовой ситуации, вы вспоминаете про ваши методы? Они вам помогают? Я стараюсь к таким ситуациям подготовиться, насколько это возможно. Конечно, если, конечно, ситуации выше меня, что тоже нормально, что тоже может быть весь вопрос, через сколько вы вернетесь к своему нормальному состоянию. Будете ли вы это испытывать сутками, либо там 3-5 минут, и вы снова адекватно можете принимать какие-то меры, жить дальше. Ну, сегодня, друзья, мы с вами говорили о страхах людей, это пятничный вечер на Радио Проговори, дальше будет много интересных программ, ну, а главное – музыка на Радио Проговори. А у нас сегодня в гостях был Николай Соловьев, кинезиолог, клинический психолог и писатель. А в студии были Павел Андреенко и Егор Князев. Про здоровье на… Радио Проговори. Если вы включили радио только сейчас, то у вас есть возможность послушать повтор в понедельник. Оставайтесь вместе с нами. Или на сайте проговори.ру Это программа про здоровье, здесь говорим про ваше здоровье. Это программа про здоровье только на Радио Проговори.